Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучение священной евангельской истории. После того, как пастухам было открыто от ангела Господня о рождении Христа Спасителя, они отправились к указанному месту. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Пастухи нашли место, где пребывало святое семейство. Стоит отметить, что в своем Евангелии Лука, в отличие от Матфея, на первое место ставит имя Девы Марии, а лишь затем Иосифа. Этим он подчеркивает важность Богородицы в его повествовании. «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. Само предложение на греческом оригинальном языке построено таким образом, что его можно понимать двояко. И как рассказали о случившемся на поле Марии и Иосифу, так и то, что пастухи рассказали и вообще всем жителям о том, что было возвещено о младенце». И, как замечает Лука, рассказ пастухов удивил всех, кто его слышал. Но опять Евангелист особо выделяет Марию, которая сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Вряд ли Дева Мария понимала все то, что происходило в тот момент. Безусловно, она знала о том, кто ее родившийся сын. Это было объявлено ей в момент Благовещения. Но знать и понимать – это порой очень разные вещи. Действительно, понимание приходит только с наблюдением и опытом. Именно поэтому Богородица запоминала и размышляла о всех словах, сказанных ей о ее сыне. «Как ангелы отходят от пастухов славя Господа, так и пастухи возвращаются славя и хваля Бога». Это удивительное и действительно красивое сопоставление, которое делает Лука, сознательно акцентируя наше внимание на радости, которая царит и на небе, и на земле. В 21 стихе 2 главы евангелист емко повествует о двух событиях одного дня. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве». Мы уже говорили на примере Иоанна Крестителя от традиции обрезания и наречения имени на восьмой день после рождения ребенка мужского пола. Можно предположить, что Лука сознательно подчеркивает, что оба младенца, как и Иисус, так и Иоанн, подчинены закону Божию, несмотря на те чудеса, которые их сопровождают с момента зачатия. Лука еще не раз сопоставит в своем Евангелии двух этих младенцев. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающего ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». Женщина, родившая младенца мужского пола, считалась нечистой семь дней и еще 33 дня не могла ходить в храм и участвовать в общественном богослужении. По истечении этого срока она должна была принести в храм Агнца для жертвы всесожжения и молодого голубя для жертвы за грех. Это была довольно дорогостоящая жертва, и поэтому в законе было записано, что если женщина не может купить Агнца, то она может принести в жертву вместо него второго голубя. Принесение в жертву двух голубиных птенцов вместо ягненка называлось жертвоприношением бедных. Именно такую жертву принесла Дева Мария. Также, согласно закону, каждый перворожденный мужского пола как среди детей, так и среди животных был посвящен Богу. Этот закон указывал на милосердие Бога как источника жизни. В книге «Чисел» в 18 главе поясняется, что первенец из людей должен быть выкуплен. В законе установлено, что за сумму в 5 шекелей это приблизительно 72 с небольшим грамма серебра родители могли выкупить у Бога своего сына. Деньеты уплачивали священникам, но не раньше, чем на 31 день после рождения. При этом приносить ребенка в храм было необязательно. Но так как Иисус был туда принесен, и кроме того, евангелист не упоминает о выкупе за младенца, возможно, он был посвящен Богу на служение, как некогда Самуил. Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, нечистой считалась только мать, но не отец ребенка. Остается загадкой, почему евангелист употребил множественное число. Возможно, это было сделано, чтобы показать верность Иосифа в служении Деви Марии и Богомладенцу Христу. После обрезания и наречения имени Иоанну, Святой Дух побудил его отца Захарию произнести хвалу Богу и пророчество относительно судьбы мальчика. Сейчас в Иерусалимском храме тоже прозвучит пророческая речь об Иисусе, но из уст Симеона. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народу твоего, Израиля». В иудейском народе, находившемся под оккупацией Рима, оттипнулась надежда на восстановление независимости. Большинство людей даже верило, что, коль они являются избранным народом, однажды они завладеют всем миром. Одни верили, что родится новый царь из дома Давидова, который возродит былую славу Израиля. Другие же верили, что сам Бог каким-то сверхъестественным образом вмешается в ход истории. Но наряду со всеми этими группами была еще одна небольшая группа людей, так называемая «смиренные в стране». А они не мечтали о применении силы и о власти. Они верили в жизнь, в постоянной молитве и спокойном созерцании до тех пор, пока не придет Бог. По всей видимости, Симеон был одним из них. В молитве, в покорной и преданной надежде ожидал он того дня, когда Бог утешит свой народ. Дух Святой был на нем. В этих словах евангелист Лука указывает на пророческое достоинство Симеона, так как только в пророках пребывал Святой Дух. Этот Дух и внушил Симеону, что он не умрет, пока не увидит Мессию, то есть помазанника Божия. И данное ему обещание исполнилось. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Под родителями Лука понимает и Марию, и Иосифа. И не считает нужным повторять историю непорочного рождения Иисуса Христа. Ему важно, что Иисус признан сыном Иосифа, наследником царя Давида. Храм в данном случае – это двор женщин. В другие дворы женщины не допускали. И именно здесь, у Неконоровых ворот, в восточной части двора женщин, совершилось очистительное жертвоприношение. Мы продолжим, дорогие братья и сестры, изучение священной евангельской истории в следующих программах на нашем православном телеканале «Союз». Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь!